Они носят одежду с изображением Путина и создают предвыборные календари. Я очень люблю аниме и решила пофантазировать, как мог бы выглядеть предвыборный календарь в марте этого года. Читают стихи, пропитанные кремлевской пропагандой. И страшно было нам смотреть на то, как гибнет Украина, как власть нацистов сеет смерть, сметая разум, как лавина. И записывают видеодоносы. Я публично хочу обратиться к Екатерине Мизулиной, чтобы она обратила внимание на данное заведение. Так как в Красноярском, точно на таком же заведении, уже прошли полицейские рейды. И они уже приняли меры. Я считаю, мы не должны ни в коем случае от этого отставать. Давайте откроем матрешку и узнаем, что происходит в голове у современных российских подростков. И как путинский режим всего за два года войны воспитал потерянное поколение зет-патриотов. Россия превращается в закрытое тоталитарное государство, где действуют жесткие и абсурдные правила. Здравствуйте, сержант полиции, документы можно ваше посмотреть? На каком основании? Я что-то нарушила? Ну вы с цветами для чего подошли? А что, я нарушаю цветами? Ну я вам вопрос задам, для чего? Чтобы возложить цветы. Смотрите, дата по поводу репрессированных лиц у нас отмечается 30 октября. В это время вы можете 30 октября прийти и возложить цветы. В остальные дни, если вы возложите цветы, это уже будет согласно 608 закону Краснодарского края, будет считаться как выброс бытового мусора. У нас нет никаких ограничений. Граждане, которые выступают против политики правящей власти и войны, становятся жертвами репрессий. Я считаю, что все усилия гражданского общества должны быть направлены только на то, чтобы остановить войну и вывести войска России с территории Украины. За эти слова суд приговорил Горинова к 7 годам колонии. У каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения. А преданные путинскому режиму россияне воспитывают новое поколение зомбированных варваров и оккупантов. Процесс идет достаточно быстрыми темпами и дает хороший результат. Достаточно посмотреть на воспитанников российских детских садов. Смотр, строй и песни провели среди совсем юных патриотов – дошколят. Основная цель самого конкурса и всего процесса подготовки – помочь детям расти патриотами своей отчизны. Целых два дня дошколят очеканили шаг, исполняли команды и военные песни. И все это происходило на фоне плаката с надписью «Жизнь Отечеству, честь никому». Другого пути нет. Российским школьникам-педагоги тоже регулярно промывают мозги. И во время разговоров о важном… Главная цель этих занятий – сформировать в сознании детей и молодежи правильное представление о своей родине. И на уроках истории, для которых были разработаны специальные учебники, насквозь пропитанные враньем и путинской идеологией. Начинается все с фразы Путина о том, что главная геополитическая катастрофа XX века – это распад СССР. И нам сразу объясняют, везде объясняют, какая была прекрасная страна. А этой стране мешали националисты, разные отщепенцы-диссиденты, которых поддерживал Запад. И дальше, понимаете, все сегодняшние ужасы там делаются нормальными. Неудивительно, что подрастающее поколение страны-агрессора гордится преступлениями российской армии и своей кровавой родиной в целом. В РФ уже полтора года активно функционирует общественно-государственная организация «Движение первых», которая занимается воспитанием юных патриотов России. Я очень хорошо отношусь к военно-патриотическому воспитанию. И чем больше мы такими инициативами, проектами будем занимать молодежь, тем меньше у нас будет разного рода деструктива. Кстати говоря, с началом так называемое СВО в российских школах регулярно проходят мастер-классы по военной подготовке и лекции о том, как важно любить свою родину. Самое главное, кто и как преподает, кто приходит к детям, кто об этом рассказывает, кто учит сборы, учения какие-то. Это может быть просто нереально увлекательно. Безусловно, учебные заведения очень серьезно подходят к подбору коучей. Кто как не бывшие головорезы, воевавшие в составе ЧВК «Вагнер» и солдаты армии РФ, которые насиловали и убивали мирных украинцев, способны организовать российским подросткам весьма увлекательное обучение. Мне важно, конечно, следить за контентом, который дается, за теми людьми, которые приходят к детям. Я знаю, что у нас в стране просто невероятное количество людей, которые хотят делиться своим опытом, в том числе и боевым опытом, и делают это в очень увлекательной форме. К примеру, этот лектор в военной форме, который проводил разговоры о важном в Нижегородском колледже, решил дополнить свою лекцию фотографией мертвой свиньи под украинским флагом. А почему бы нет? А что такого? В ближайшем будущем для российских школьников могут ввести занятия, посвященные теме полового воспитания. Правда, без упоминаний презервативов и других методов контрацепции. Нужно же как-то поднимать демографию страны. Работать надо напряженно по всем направлениям. Так член Думского комитета по охране здоровья Вероника Власова призвала несовершеннолетних девочек не делать аборты, а их родителей принимать детскую беременность. Это прежде всего взгляд в будущее. А вот о том, в каких условиях вынуждены учиться дети, путинская власть особо не беспокоится. На сегодняшний день в РФ насчитывается около 6 тысяч школ без отопления и столько же без водопровода. А президент тем временем критикует западные гендерно-нейтральные туалеты. Общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Но это стало уже вещью такой бытовой, обыденной. И те, кто когда-то уехал по разным соображениям, они уже многие возвращаются или думают вернуться. Очень трудно жить. Таких условий для людей с традиционными нормальными человеческими ценностями. Ну конечно! Гораздо проще жить в России, где более 7 тысяч учебных заведений для школьников до сих пор не имеют канализации. Не все эти вопросы еще решены. Необходимо разбираться в каждом конкретном случае. Но российские подростки уверены, что живут в самой великой и прогрессивной стране в мире. Могучая воля, великая слава, твое расстояние на все времена. И что их родина никогда ни на кого не нападала. Басню о братских народах российские политтехнологи придумали еще задолго до того, как современные школьники и студенты появились на свет. Но дед не устает ее рассказывать и сегодня. Несмотря на всю трагедию происходящих событий, все-таки в основе своей русские украинцы единый народ. И то, что сейчас происходит, это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. Путин стал для подрастающего поколения РФ чуть ли не супергероем, который якобы защищает Россию от так называемого вражеского запада и спасает Украину от нацистов. Не мы начали эту войну на Набасе, но, как уже не раз говорил, мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм. Давайте поддержим нашего президента. Насаждением культа личности кремлевского диктатора активно занимается глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина. И я просто испытываю невероятную гордость из-за нашего президента, из-за нашу страну. Она устроила масштабный тур по стране, чтобы выступить с агитационными речами перед студентами и школьниками. А вы считаете, Владимир Путин человек, который действительно изменился? Я считаю абсолютно, что Владимир Владимирович просто совершил революционные изменения в нашей стране. В знак благодарности за промывание мозгов тюменская молодежь подарила Мизулиной толстовку с изображением Путина. А в Сочи королеве Доносов вручили сноуборд с фотографией несменяемого президента. Верной дорогой идете, товарищи. Российские подростки легко поддаются влиянию кремлевской пропаганды. Их кумирами становятся военные преступники, а сами они превращаются в новых Павликов Морозовых, которые стремятся доказать свою верность путинскому режиму. Дорогие друзья, я Владислав Пушкин, как будущий мэр города Новосибирска, продолжаю проверку заведений. И данное заведение под названием Elton Bar я никак не мог пройти мимо. Там каждую ночь мужчины переодеваются в женщин, танцуют, пьют на глазах у других людей. Я считаю это неподобающе. Поэтому я предлагаю закрыть данное заведение. Большинство представителей российской молодежи состоит из таких вот стукачей и зет-патриотов. И только единицы позволяют себе критиковать политику российской власти. Однако они сразу сталкиваются с угрозами и буллингом. Где ты видишь цензуру? Я не могу прослушать песню «Это пройдет» от порнофильмов. Она почему-то заблокирована в ВК. Знать не знаю почему. Но боюсь, что вы являетесь частью этой системы. А ты не бойся. Я могу тебе сказать, что по этому музыкальному коллективу мы никогда никуда не обращались. Дальше поехали по фактам. Вы прямо использовали институт армии для того, чтобы запугать Даню Милохина. Он сам запугался. Эта перепалка возникла во время встречи Екатерины Мизулиной со студентами в Екатеринбурге. И наделала много шума в интернете. Ты думаешь, что такого, как он отправили бы в танковую роту, вряд ли, но послужил бы, отдал бы долг Родине, если он по состоянию здоровья и другим моментам проходит. Он ничего не занимал Родине, чтобы отдавать этот долг. Это долг каждого гражданина? К спору подключился еще один студент, который заступился за главу Лиги безопасного интернета и начал учить жизни своего инакомыслящего сверстника. Что означает ты ничего не прав в долг? Твоя страна, твое государство защитает твои границы, защищает твои интересы, твои права. И взаимом ты всего лишь должен выполнять свои обязательства. Один год в армии – это ничтожно по сравнению с тем, что делает государство для тебя. Все это оплачено налогами, и моя служба для этого совершенно не нужна. А срочники, как оказалось, совершенно бесполезны. Их нужно переучивать. Как вы уже догадались, об этих словах парень сразу же пожалел. Молодой человек, который позволил себе, в нашей аудитории, оскорбить солдат срочников, лучше бы сейчас за это извинился, прежде чем его привлекут к ответственности за дискредитацию в нашей стране. Преступный путинский режим готов уничтожить каждого, кто осмелится пойти против системы. Все подавляется на корню прямо. Выживут только те, кто помогает обезумевшему деду строить тоталитарное государство. Мы великая страна. Мы можем это сделать. А поскольку взрослые россияне сейчас массово гибнут на фронте, этим грязным делом придется заниматься нынешним студентам и школьникам. Их к этому уже основательно готовят. Россия! Россия! Прошлым летом российские студенческие отряды ездили в оккупированный Мариуполь. Помогать восстанавливать город после того, как армия РФ сравняла его с землей. А осенью Госдума начала рассматривать законопроект, который обяжет студентов-бюджетников отрабатывать обучение на военных заводах. Это вклад каждого в общую победу. Так что Россию уже не спасти. Ведь в скором времени она окажется в руках потерянного поколения, которое свято верит в кровавую идеологию русского мира. Я верю в то, что мы сумеем, как в 45-м повторим. Фашистов снова одолеем. Победы с нами водрузим. Победы с нами водрузим. Субтитры подогнал «Симон»